Маленькому Илюше несколько дней от роду. Перед выпиской из роддома он волнуется не меньше мамы и папы. Неудивительно, ведь сегодня многое в жизни происходит впервые, в том числе поездка на машине. Немного успокаивает подарок, который для него приготовили сотрудники ГИБДД. Теперь дорога домой и в гости будет не только комфортной, но и безопасной. У нас бабушка с дедушкой далеко в деревне живут отсюда, они в Чувашской республике. Мы периодически к ним ездим, используем придерживающие деревни детские. На дорогах проблем нет, и с правоохранительными органами для себя тоже очень безопасно. Каждый год в Самарской области рождается более 40 тысяч детей. Из них в родильном отделении больницы имени Середавина на свет появляется более трех тысяч. По словам докторов, их задача не только принять роды, но и рассказать родителям, как сохранить здоровье ребенка на протяжении всей жизни. Очень тяжело видеть детей в нашем травмцентре, который в нашей детской больнице, после дорожно-транспортных происшествий. Поверьте, это очень тяжело видеть это. Поэтому мы все должны, все члены нашего общества, особенно родители, должны заботиться о детях. Более 150 ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Самарской области с начала года. При этом в половине случаев подростки в качестве пассажиров находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Начало летних каникул, сейчас дети начинают активно перемещаться с помощью транспортных средств к местам отдыха и, соответственно, обратно. И тут очень важно, чтобы в этот период времени родители понимали о необходимости использования детских удерживающих устройств. В случае ДТП им на детские удерживающие устройства очень значительно сокращает риск получения телесных повреждений или тяжких телесных повреждений, когда скорости уже повышенные. Штраф за перевозку детей без специального кресла или устройства – 3000 рублей. Но стоит помнить, что платой за обеспеченность могут стать не только деньги. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Павел Баймаков, Павел Пресняков.